Вы ведь в Киеве родились до 10 лет, по-моему, да? А потом экран увеличивает. Я сейчас сижу худенькая, а в экране я толстая тетя. Не уводите меня от неудобной темы. До 10 лет вы в Киеве. До 11. До 11, да? Да, потом переехали в Москву. Вас вряд ли кто-нибудь спрашивает про политику? Вообще не спрашивают. Как-то не принято. Я думаю, ну да, 100, где 100. Да какая там политика, слушайте, я обожаю. Ну как вы вообще относитесь к нам? Вот Киев, да, ваш родной город. Сейчас фактически между Киевом и Москвой там говорят, что война. Да, мне грустно. У нас там дача на Кингбургской косе, куда я не могу поехать, поскольку я нахожусь в списке, который так благостно называется, миротворец. Вы попали по санкции тоже? Да, я выступала в Донецке и в Луганске. А, даже так? То есть вы рецидивист просто? Ну я рецидивист. Ну как написали, да, я просто пела людей, поздравляла их там с каким-то праздником безобидным абсолютно. Ну это очень грустно, потому что, конечно, у меня родители там познакомились на берегу моря, и вообще я в Киеве уже не была давно. У меня многие уехали из Киева жить там в разные города, мои родственники. Вот, моя бабушка Вера, Царствие Небесное уже как бы. Но в любом случае мне бы хотелось приехать, я обожаю этот город. А у вас бабушка Вера, вот откуда имя-то. Бабушка Вера, да, и у моего мужа бабушка была Вера, и совершенно не было вариантов для дочери. Потому что мне очень нравится это имя. И, кстати, у нас доченька похожа на мою бабушку, такая она. Я как раз хотел спросить, почему дочь Вера, почему сын-то Александр более не понятно. Сын Александр, папа. Ну да, это понятно. Тем более он Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Кстати, вот насчет Сергеевича, насчет Сергея. У вас же теперь и в Армении родственники. Да, и в Армении. А в семье, когда что-нибудь с Арменией происходит, тоже не обсуждаете? Ну, муж там как-то переживает, там что-то. Ну, конечно, я совершенно вне всех этих. Я вообще не люблю смотреть телевизор, потому что я поняла, что он на меня очень плохо действует. Я очень близко к сердцу воспринимаю вообще какие-то вот любого рода беды, переживания человеческие. Я слишком это близко беру на себя. Поэтому я не знаю, это как-то беспечно, неправильно. То есть от родителей армянские какие-то есть в семье сейчас? Армянские традиции? Да. Если были армянские традиции, жена бы не работала. И дома сидела. Я думаю, она бы не была на сцене. Ты не знаю, неправда, кстати. Почему? Нет? Нет, не было никогда вообще даже разговоров о том, что... Ну, свекровь строгая. Очень милая женщина, мне так повезло. Она живет в Армении, да? Она прекрасная, да. Они скоро приезжают к своим мужу, приезжают к нам угостить. Это первый раз, когда они приезжают так надолго, на три недели. Они замечательные просто. А Настя, невестка послушная? Мне не нравится вот это выражение «послушная». Ну, у меня, конечно, на все есть свое мнение. Вот на все есть свое. Мы, конечно, при этом мы уже 10 лет вместе. Вот сейчас будет 6 марта, будет 10 лет. Я пел то, что у меня пел. И она мне помогала в жизни сейчас. Помогать людям просто конвертами. И я подписываюсь под каждый свой канал. У меня была цениженная самооценка, или ты умная, или красная. А сейчас это проще. Ну, что, парень, за это, да, это... Евгений Додорев, Хавда, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова